Да-да-да, именно сегодня мы познакомим тебя с настоящим японским монстром Subaru WRX STI второго поколения 2003 года выпуска. Будем открывать капот и говорить о доработках и о стоковых остатках. Кстати, таких очень мало. Что же, встречай WRX на просторах Луганска. ИМПРЕЗА Импреза – это выдуманное слово, происходящее от оригинального итальянского слова «импрезия», означающего «жажду успеха». В польском языке «импреза» значит «вечеринка», «событие» или «шоу». Этот автомобиль участвует в соревнованиях не только благодаря своему спойлеру, легкосплавным диском, но, конечно же, благодаря своему характеру. Сердце находится под капотом, о нем подробней. Импреза базируется на укороченной платформе «Легаси». Модель выпускается с четырехдверным кузовом «Седан», пятидверным «Хэтчбэк» и двухдверным «Купе». Пришло время узнать, что в твоем автомобиле имеется под капотом. Расскажи, какой объем двигателя? Двухлитровый. Двухлитровый. Сколько примерно лошадей выдает? Ну, на баре на один килограмм надува примерно 320 сил, на 1.3, около 350-380 сил. То есть на этом автомобиле, в принципе, прямо сейчас можно выезжать и участвовать в соревнованиях? Да. Какие еще доработки были произведены тобой? Замена турбины ВФ-22, это пик у нее от 380 сил, интеркулер, блю-офф, естественно, форсунки другие, 760 CC. Пришлось, в принципе, заменить почти что все. Одну деталь меняешь, вторая прилагается. Скажи, вот эта распорка, она стандартная идет или ее ты ставил? Нет, это фирмы, как умей, покупалась. Она более, как бы, получше будет стандартной. Какой расход у этого спорткара в режиме городском? В городском режиме приспоконенный изделий, литров 16. Но если, естественно, наступать 20-25. Этот автомобиль участвовал в соревнованиях? Еще нет. Недавно я его купил. В скором времени, наверное, все-таки будешь уезжать на трек. Для этого я купилась. Тогда побед и успехов. Спасибо. В 2000 году модель Impreza получила специальную премию за великолепную концепцию автомобиля и его технические особенности. Произошло это в Японии. Кроме подкапотного пространства модернизировалось и подколесное пространство. Здесь стоят перфорированные тормозные диски. С 1990 года в истории Subaru стартовал особый период. Сотрудничество с британской компанией ProDrive. Концерт принял решение участвовать в автоспорте. И ProDrive начали готовить автомобиль Subaru к соревнованиям. Subaru VX STI отличается своим узнаваемым обвесом. Здесь модернизирована оптика, затянута она в желтую пленку. Помимо ралли, Subaru Impreza последнего поколения участвует в кольцевых гонках 24 Нюрнбургри. В 2009 году после 24 часов непрерывных изматывающих гонок, проехав 133 круга, Subaru не только добралась до финиша, но и финишировала пятой в своем классе и 33-й в общем зачете из более чем 250 участников. К сожалению, в своем классе Subaru объехали Volkswagen, Audi и даже вечный соперник Lancer Evo. Правда, совсем немножко. Любой непрофессионал невооруженным взглядом заметит характер данного автомобиля. Взгляните только на этот рельефный капот, который имеет огромный, просто говоря, хапальник. Так именно этот воздухозаборник называется в народе. Одной из ключевых особенностей Subaru Impreza, в отличие от моделей аналогичного класса, стало то, что Subaru комплектовала практически все модели полным приводом. И мало того, это стало базовой комплектацией всех автомобилей. В качестве двигателей было решено продолжать использовать горизонтально-оппозитный двигатель, который называется Boxster и обладает низким центром тяжести и отличной самобалансировкой. Impreza оснащалась целой гаммой от полтора до двух с половиной литровых турбированных и атмосферных двигателей. Огромный спойлер на задней части автомобиля на корме не просто так. Здесь он для того, чтобы обуздать ту самую прижимистую силу и мощность данного автомобиля. Обратите внимание на задние огни. Они немного видоизменены и затянуты в черную пленку. Было также огромное количество специальных версий Impreza в Японии и Европе. Их выпуск был приурочен к важным датам и триумфальным победам. Например, MC Ray, 555, Catapulto, Tezra, RB5, P1 и 22B. Последняя модель — это Idol и эталон для множества субароводов всего мира. Самая бескомпромиссная Subaru в кузове-купе с раллийным вайтводи-обвесом. Ну а прямо сейчас мы познакомим тебя с шумовым потенциалом данного Subaru. Представляешь, сколько децибел может он выдать? Не представляешь? Тогда слушай. Поехали! Второе поколение Subaru Impreza было призвано стать больше, безопаснее, крепче, изысканнее и отзывчивее. В RX седан получил на 22 мм больше колью, чем его предшественник. Все для того, чтобы управляемость стала лучше. Второе поколение Impreza растянулось с 2000 до 2007 года. И за это время автомобиль пережил несколько фейстлифтингов и изменения интерьера. Для простоты в среде субароводов принята следующая сленговая квалификация по форме фар и мордочки. 2000-2002 — лупатая Impreza. 2003-2005 — конъюнктиви. 2005-2007 — лисичка. На японском рынке STI-версии Impreza имели двигатель EG207, а также оснащались шестиступенчатой механической трансмиссией. Однако с 2003 года GDM Impreza получили назад центральный управляемый дифференциал и обзавелись твинскролл турбинами. При этом всем на японском рынке небольшой серии были выпущены вагоны STI, которые стали самыми горячими хэтчбеками второго поколения и также имели турбированные двигатели EG207. EG207 — 280 лошадиных сил в стоке и шестиступенчатую механическую трансмиссию. Прямо сейчас мы находимся в салоне нашего героя Subaru WRX STI. Расскажи, что ты доделал не только под капотом, но и внутри автомобиля? Стоит буст-контроллер ABEXI, то есть это регулировать надул турбины. Ее мощность, потенциал, да? То есть при нажатии кнопок тут выдается все данные, характеристики, что как. То есть можно из машины надуть в режим A, B и OFF. OFF — это 0,7 бар, просто по городу кататься. Один бар — это более-менее с кем-нибудь проехаться. Потягаться. А уже 1,3 назовут. Значит, это для соревнований, да? Скажи, о чем говорят вот эти индикаторы, которые находятся на тракте? Это датчик давления топлива, датчик температуры масла и датчик давления масла, и это выхлопный газ. Смотри, у тебя сиденья стоят какие-то модные, да? Да, это STI-овские с поддержками. Боковую поддержку. Пробовал входить в крутые виражи? Сиденья спасают? Да, конечно, держат. Сколько примерно автомобиль может разогнать в максимум? Порядка 260-280 км в час. Ну, твой порог скорости каков на этом автомобиле? 240 км. 240 км. Да, сотни. За сколько примерно секунд? 4,5 секунд. Покажешь нам, на что она способна? Ну что ж, дорогие друзья, возможно, это последний выпуск программы «Форсаж», потому что мы находимся по-настоящему в заряженном автомобиле. Что из этого получится, сейчас предлагаю показать. Конечно, мы находимся в городе, сильно форсить не получится, но хотя бы основы драга или чего-нибудь такого. Поехали, друзья! Вот это можно ощутить. И тормоза, между прочим, здесь тоже крайне хорошие. Казалось бы, спортивный автомобиль, а по городу передвигаться на нем достаточно комфортно. Мурашки по коже бегут. Ну а чего нужно ожидать от Субару? Ведь это Субару! Сегодня мы тебе показали и даже прокатили в Субару WRX STI. Благодарим за организацию съемки с Мотра.ру Луганска. Автомобиль, который невозможно обойти стороной. В этот автомобиль влюбляешься с первого взгляда. Продолжение следует...